Всем привет на канале All Dutchman. Сегодня мы с вами продолжим тему, начатую в моих выпусках ранее. Это мигранты, палестинцы и двойная мораль западноевропейских политиков. И начнем мы, пожалуй, с последнего пункта. Поговорим о двойной морали, о двойных стандартах, так сказать. Если вы обратили внимание, по телевизору в новостях в последнее время было показано несколько видеорепортажей с Новой Каледонии о беспорядках, народных возмущениях. Якобы французская армия пыталась усмирить вот этих вот защинщиков беспорядков для того, чтобы на островном государстве Новая Каледония было тихо и благодатно. А теперь давайте мы посмотрим на это несколько с другой стороны. Почему начались беспорядки? И вообще, какое отношение имеет Новая Каледония к Франции? Если кто не знал, то это часть французского государства. В переводе с немецкого языка на русский «юберзея гибит» означает «заморские территории». Франция имеет около берегов Австралии и Новой Зеландии свою территорию. Иными словами, середина 20-х годов 21 века. Колониальное государство. Кто не понял? Колониальное государство. 21 век. У Франции есть своя колония, на которую она наложила лапу и не хочет эту лапу убирать. И держит под контролем не только все природные ресурсы, которые находятся в Новой Каледонии, но также и политический строй, который обязан выполнять абсолютно все указания, поступающие из Парижа, для того, чтобы Париж был спокоен и счастлив. Постоянное присутствие 1200 морских пехотинцев французской армии на Новой Каледонии, плюс жандармерия, ну и плюс, скажем так, дипкорпус или вот эти вот управляющие народонаселением. Почему начались беспорядки? Люди хотят, в первую очередь, чтобы Новой Каледония получила независимость от Франции. Это раз. Второе. Люди хотят, чтобы во власть на Новой Каледонии пришли те люди, которых они хотят избирать, а не те, которых поставляют им из Парижа. А теперь отвечаю на вопрос тех, кто спросит, а почему, какое отношение имеет Новой Каледония к Франции, мол, и почему колония? Да потому, что в Новой Каледонии содержится 25 процентов мирового запаса никеля, который очень важен в производстве электроаккумуляторов для вот этих вот электрокаров. Та же Тесла, та же машинка Зои и очень многие другие автомарки. Макрон, как президент, естественно, как коммерсант, как предприимчивый человек, не хочет упускать из своих рук такую вот золотую курицу, несущую золотые яйца, потому что если не будет доступа к этому никелю, то и, соответственно, производство электромашин пойдет на нет. То же самое говорят немецкие политики от партии СПД, социал-демократов, что если Украина проиграет, у Германии не будет доступа к тому никелю, запасы которого находятся на территории Украины. А если у Германии не будет доступа к тому никелю, который находится на территории Украины, то Германия не сможет и дальше проводить свою политику сохранения климата и перевода всей автоиндустрии с двигателей внутреннего сгорания на вот эти вот ликвидические, скажем так, батарейки. Вот такая вот вещь. Это о двойной морали. Это о том, что с одной стороны французы кричат, мол, Израиль имеет право защищаться от Палестины, с другой стороны они сами уничтожают колониальный народ, на который им просто-напросто наплевать. Им главное, чтобы были ресурсы, в которых они могут иметь хорошие деньги. С другой стороны, те же самые французы и немецкие политики, многие немецкие политики утверждают, что палестинцы это бедный народ, которого нужно защищать. Я не спорю, любой народ нуждается в помощи, если случается какая-то конфликтная военная ситуация на их территории. Но те же самые египтяне, утверждающие, что палестинцы это их братья и так далее, как только началась вот эта война между Палестиной и Израилем, заметьте, не между Израилем и Палестиной, а между Палестиной и Израилем, потому что Палестина 7 октября прошлого года нанесла массированный ракетный удар по территории Израиля. Не путайте, не переворачивайте. Как только началась вот эта война, власти Египта тут же начали в кратчайшие сроки строительство бетонной высокой стены на границе с Израилем и сектором Газы. Для чего? Для того, чтобы бедные добрые братья-палестинцы нелегально не пришли на территорию Египта, потому что египтяне прекрасно понимают, кто такие палестинцы. Арабский мир знает, кто такие палестинцы, но почему-то европейцы считают, что палестинцы это все честные, добрые, умные и бескорыстные люди. Решать не нам, а решать тем, кто придет после нас. Вот такие вот дела. Ну а сейчас я хотел бы немножечко затронуть парочку комментариев, которые мне оставили под моим видео, в котором я рассказывал о палестинце, убившем нескольких людей в поезде здесь, в Германии, и получившего высшую меру наказания. Очень много было комментариев. Некоторых комментаторов я сразу отправлял в бан, в вечный бан, потому что они считают, что если он убил людей, значит он был прав. Или они считают тех, кто обсуждает эту тему, расистами, неонацистами и так далее. С этими людьми я разговаривать вообще не собираюсь. Некоторым людям я просто отвечал, более-менее пытался держать себя в рамках корректности, но тем не менее некоторые комментарии все-таки вызвали у меня интерес, и я хотел бы затронуть эти комментарии. Один человек, проживающий в Израиле, написал мне следующее. Я, говорит, поржал вместе с Руандой над тобой по теме вот этих вот денег для Руанды, для того, чтобы она строила вот эти вот дома для беженцев и принимала беженцев. Он мне написал огромнейший комментарий и пишет, что я поржал с Руандой над тобой. Азохенвей, смех продлевает жизнь, ты этого не знал, я тебе это говорю, друг, смейся и дальше. И вот он мне в этом своем комментарии пишет, а сколько раз ты выходил с флагом Израиля на демонстрации в поддержку Израиля? У меня вопрос сразу к нему встречный, к этому человеку. Вы когда смотрите новости по телевизору, вы что, требуете от ведущего в новостях, чтобы он вышел на площадь с флагом какой-то страны в поддержку именно ваших интересов или интересов кого-то другого? или вы требуете, чтобы он общался именно с вами, он освещает новости, он освещает те события, которые происходят в мире. Он не должен выходить с флагом чьей-либо страны на демонстрацию и высказывать интересы тех, кто от него требует высказывания этих интересов. Может быть, у него есть свое мнение на происходящее, но он его держит при себе, потому что у него такая работа. И точно так же делаю и я. У меня есть мнение, у меня есть точка зрения на происходящее, но я освещаю с нейтральной позиции, чтобы не обидеть никакую из этих сторон. Одна дама, Ирина Львова, написала мне следующее, конечно, с ошибками, лучше уж покричи, что Россия для русских и Германии для немцев. Судя по тому, как она это написала, видно сразу, что эта дама в школе отсидела курс средней школы и хреново, скажем так, отучилась, потому что если бы она училась правильно, училась умно, она бы изучала хотя бы тот язык, на котором она разговаривает, предельно прилежно, она бы не писала ошибок. А если она пишет ошибки, значит у нее, извините, развитие не культурное, не интеллектуальное, не идет выше крыши, скажем так, потому что люди, которые пишут такие комментарии с сумасшедшими ошибками, не вызывают никакого интереса у других людей с ними общаться и уж тем более не вызывают к себе никакого внимания, потому что что такое простая полемика, что такое крики из толпы. Крикнул, гаркнул и побежал. Так получается? Ты поедь туда в Израиль, посмотри, что творят палестинцы, как они издеваются над людьми, почему Израиль сейчас бомбит вот эти территории для того, чтобы уничтожить в первую очередь террористическую группировку Хамас, а потом будешь писать, для кого Россия, а для кого Германия. Кто-то мне еще написал, теперь мне понятно, почему ты так относишься ко всем. Ты ненавидишь и Украину, и Европу. Причем тут Украина? Причем тут Европа? Я освещаю еще раз события, происходящие в политической жизни Европы и, может быть, мира со своей точки зрения, но с нейтральной точки зрения. Причем тут Украина? Я не сказал, что я ненавижу Украину, я не сказал, что я ненавижу Европу. Если я сказал, что украинские политики коррумпированные, если я сказал, что многие немецкие политики ведут себя отвратительно по отношению к местному населению, это не значит, что я ненавижу Германию или ненавижу Украину. Вы там у себя на Украине избирали людей во власть, заливающих вам елей в уши о том, что вы будете жить лучше и еще приятнее. Что же получилось? Эти люди, которых вы избрали во власть, они вогнали вас в такой хаос, из которого вы сейчас вылезти не можете вообще и вряд ли вылезете в ближайшие десятилетия. Причем тут ненависть к одной стране или к другой. Ладно, оставим их. У меня дальше был комментарий, адресованный я точно не знаю кому, или мне, или предыдущим авторам комментариев, под которыми я оставлял свои реплики. Одна женщина написала, а чем вы помогли Украине и россиянам? Вот конкретно чем вы помогли? Ну, во-первых, если вы не знаете, то скажу для вас. Я, во-первых, не знаю, кому был адресован этот комментарий, повторяюсь еще раз. Но со своей точки зрения, я все-таки, со своей позиции я это вам скажу. В первую очередь Германия. Она помогает Украине деньгами, она помогает Украине оружием, тяжелым вооружением. Она помогает гуманитарно на территории Германии, во многих больницах, в городах лечатся, восстанавливают свое здоровье украинские солдаты, получившие ранения, тяжелые, легкие, в боях с Россией. Это касательно помощи Украине, помощь россиянам. Немецкие власти вводят санкции, как политические, так и экономические, против российских олигархов, против российских политиков, для того, чтобы зажать им кран прибыли денег. Вот чем помогает Германия тем же самым россиянам. Худо-бедно, но все-таки какие-то свойства от этого идут. И по поводу того, что многие говорят, совсем коротко, сейчас заканчиваем и все. Многие говорят, что в России все-таки намного стало лучше жить, в магазинах есть все, несмотря на санкции и так далее. Я вам хочу сказать следующее. Это мнимый капитализм. Что такое мнимый капитализм? Это когда полки магазинов ломятся от изобилия товаров, когда у вас по телевизору и по радио, в первую очередь по телевизору, идут бестолковые сумасшедшие телешоу или сериалы, прославляющие, восхваляющие каких-то там недорослей, гопников, бандитов, криминал. Когда у вас по радио могут в радиостудии друг друга материть, обзывать, оскорблять, вы считаете это нормой. Это для того делается, чтобы вы не замечали, кто стоит у власти, как вами правят. Обычная верхушка, политическая хунта, которая хочет править свои дела, делает минимум для того, чтобы население не возмущалось. Возвращаемся к началу. У вас в магазинах изобилие товаров, у вас по телевизору бестолковые сумасшедшие телешоу, телесериалы, которые не несут никакого позитива в своей конве, и у вас в власти находится правительство, львиная часть которого наложила цензуру абсолютно на все средства массовой информации, на любое высказывание со стороны простого населения, и правит бал так, как им этого хочется. По большому счету им наплевать на население этой страны. Вот что такое мнимый капитализм. В общем, это все, что я сегодня хотел вам сказать. И, пожалуйста, корректно ведите себя на канале, оставляйте, если оставляете свои комментарии, пожалуйста, в вежливой культурной форме, чтобы не оскорблять ни автора видео, ни тех людей, которые оставляют свои комментарии под этими видео. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok